По сравнению с первым чтением, основные параметры бюджета существенно изменились. Доходная часть увеличилась на 10 миллиардов 900 миллионов рублей, а расходная на 14 миллиардов 700 миллионов. Основное внимание – выполнение указов президента, создание инфраструктуры на участках для многодетных семей, индексация зарплаты бюджетникам на 4%. Плюс к этой индексации будут увеличены минимальные ставки в бюджетной системе. Это повлечет уже с 1 января следующего года существенный рост оплаты труда, то есть индексация на 4 и плюс увеличение минимального уровня оплаты труда. Таким образом, зарплата станет больше на 10-15%. Конкретные размеры можно узнать в своем бюджетном учреждении – школе, больнице или детском саду. Дополнительные расходы в ЖКХ пойдут на реконструкцию, строительство водопроводных сетей, а также реализацию программы «Комфортная городская среда». На дворы и парки планируется потратить 1,5 миллиарда рублей. Увеличатся расходы на здравоохранение и образование. Если в предыдущие годы решали задачи по строительству, реконструкции, капитальному ремонту детских дошкольных учреждений, то сейчас и не только в этом году, не в 17-м и продолжение 18-е – это строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных учреждений с тем, чтобы уйти от второй смены. Приняли депутаты и областной законопроект о поддержке добровольческой деятельности пока в первом чтении. Сейчас труд волонтеров могут привлекать только государственные и муниципальные учреждения, дома престарелых и центры социальной помощи. А у спортивных, культурных, образовательных, экологических организаций такого права нет. Вся поддержка, которая направлена на поддержку добровольческого движения, она осуществляется только за счет бюджетных средств, реализуемых в результате программ на молодежную политику. Мы подумали, что, наверное, это неправильно. У нас активно работают и волонтеры серебряного возраста, которые, к сожалению, выпадают из нашего закона, и предложили изменения, дополнить список учреждений, которым разрешено привлекать труд волонтеров. Также донские парламентарии приняли решение выйти из числа соавторов проекта, отклоненного в Госдуме. Поправки касались предоставления пайкового угля жителям шахтерских территорий. Право получать уголь люди потеряли после приватизации шахт. Депутаты планируют внести в Госдуму новый вариант закона проекта. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.